Само место, конечно, нереальное. Я сюда приехал именно радиолокации. Здесь гостиница находится прямо в долине. Течет рядом речка. И со всех сторон нас окружают горы. Красота просто нереальная. Со всех сторон. Со всех сторон горы. Мы сейчас где остаемся, остаемся за ту же стоимость, что и оставались в Архизе. Откровенно, в Архизе было круче, лучше. То есть много всяких мелочей, которые продуманы. Здесь прям большое количество таких недоработок. Платим мы те же 14 тысяч за два дня. То есть семерка, ночь. Но при этом вот наш номер, он очень небольшой. Но как бы есть одна большая кровать, другая раскладывающаяся. И вот для ребёнка мы ещё попросили. Здесь нет кондиционера. То есть такие мелочи, казалось бы. Но кондиционера нет и душно. То есть прям спать душно. Одно окно, которое непонятно как открывается. Потолок. Фанера. Фанера прикручена на саморезы. То есть как бы тоже всё очень просто сделано. И вот ещё такие мелочи, которые я считаю, что должны быть исправлены. К примеру, приезжаем в гостиницу, заселяемся. У нас 9 часов. Мы спрашиваем, можно ли покушать? Да, можно. Есть ресторан. До скольки работает ресторан? До 10. Мы приходим в ресторан сразу же. Загидываем вещи. В 9.20 мы в ресторане. А нам говорят, извините, кухня закрылась. Почему как бы сразу не предупредить про это? На завтраке то же самое. Жена подписывает бумаги. Там написано, что завтраки до 10.30. В 10 утра уже половины нет. И ничего не доставляется. Сделайте это до 10. Люди будут знать. И всё. А если вы говорите до 10.30, то тогда как-то должны пополняться. То там, ну, грубо говоря, блины в 10 часов уже всё, блинов нет. Без 10.10 блинов нет. Кофе. Кофе только растворимый. Ну, как бы, я много где был. И приблизительно в одном ценовом диапазоне 7 тысяч за ночь. Ну, уже как-то, как бы, надо делать кофе. Что такое растворимый кофе, да? Должен быть нормальный, хороший кофе. Люди встают, люди приходят в ресторан, приходят на завтраки. Большинство из них пьёт кофе и привыкли к качественному, а нерастворимому из банки в ложечках насыпать. Как бы, тоже такой момент. Здесь чувствуется неряшливость какая-то. То есть там, там, там. Ну да, если у вас идёт ремонт, если вы что-то делаете, если вы доделываете, да? Ну, хотя бы убирайте мусор. А то всё под дом где-то напихано. Тут напихано. Тут в центре двора. То есть вроде территория, классно, красиво. Но ты гуляешь по территории, у тебя тут металлические трубы валяются, тут ещё что-то валяется, тут ещё что-то. Территория большая, ну уберите это. Забегайте. Так, быстренько, быстренько. Быстренько, быстренько. Мы поднялись на первую смотровую. Высота 2277 метров. А еще нас ждут две канатные дороги и уже открытые. Первая закрытая, а две другие открытые. И параллельно это новые канатные дороги, а параллельно идут старые. Поэтому кто хочет, может попробовать прокатиться на старой со скрипом. Я думал, что мелкому будет, самому мелкому будет страшно. Но нет. Он рад, доволен. Классно, говорит ему. И вот так мы летим тут справа, вот даже за мной получается, это Белалакая. И дальше идут пики. Мне назвали их названия, но они сложно запоминаются. Белалакая это самая известная гора Дамбая. Она знаете еще чем известна? Тем, что у нее есть брат-близнец в Европе, в Швейцарии. Шоколадку Таблерон. Знаете, на Таблероне изображен пик, это Маттернхорн. Если вы посмотрите, есть кадры, где Белалакая рядом изображена с Маттернхорном. Эти горы очень похожи, но только Маттернхорн на тысячу метров выше. Поднялись на вторую точку. У меня показывают гармены 2809 метров. И здесь уже на второй точке можно походить по снегу. Ледником это сложно назвать, потому что он мягкий, этот снег. Но вот видите, сейчас получается 31 июля, завтра у нас август, и здесь лежит снег. Одно из знаковых мест здесь, куда ходят, которые посещают, ради которого приезжают сюда туристы, это Турье озеро. Турье, потому что туда приходят туры. И там их реально можно даже покормить или как-то приманить. Говорят, что их приманивают солью, потому что в их организме не хватает соли. Но сейчас туда проход закрыт, потому что там лежит ледник, который может сойти в любой момент. И поэтому закрыли его, чтобы не было никаких несчастных случаев. Мы сели на третью канатку и едем еще выше. Маст-ду всех путешественников, отправившихся на Дамбай, посещение горы Муса-Читара. С ее хребта открывается потрясающий вид на впадины Тиберда и Ганачхирская. Здесь на склоне есть один необычный объект, который привлекает внимание всех туристов. Это символ Дамбая, который присутствует на многих открытках и буклетах. И скорее всего вы его видели. Гостиница Тарелка, выполненная в виде корабля инопланетян и расположившаяся здесь на высоте 2250 метров над уровнем моря. Я был удивлен, когда узнал, что появилась она здесь в 1970 году. И это был подарок курорту, сделанный президентом Финляндии Урха Кекененом. Тарелка вмещала до 8 гостей, а стоимость за номер составляла 12 тысяч рублей. Здесь наверху вы можете найти высокогорных торговцев. Они предлагают изделия из шерсти, шкуры, горный мед, керамические изделия ручной работы и разные сувениры. По ценнику 3 подъемника вышли нам 4600. Ребенок до 3 лет бесплатно идет. То есть это вот на нас троих 4600. Забавно, что вверху ставят вот эти I love Dunbar или еще что-нибудь. Стоят предприниматели местные и фоткают за 100 рублей. То есть фоткаться I love Dunbar 100 рубликов. Это если на ваш фотоаппарат. На ваш фотоаппарат фоткают за 100. На их фотоаппарат за 250. Да, ваша магнита. А сейчас есть тут одно озеро. Называется Туманлыккёль. И сюда, оказывается, можно проехать на машине. Есть даже дорога. Даешь на пропускном пункте 200 рублей с человека и едешь себе свободненько. И вот мы сейчас должны подъехать к этому озеру. И от самого Дамбая, ребята, всего 25 минут на машине. Вот такая крутая день. Ну вот сюда можно на машинах. И здесь сразу же уже и шашлычок, и купаются. Хотя написано, знаки стоят, купание запрещено. Накупаются все. Шашлычок, арбузики там полоскают в озере. То есть душевненько можно посидеть. Шашлычок, арбузики там полоске. мы выезжаем из донбая едем сейчас в пятигорск поэтому если вам интересно узнать еще пятигорске минводах кисловодске то не забывайте подписываться и следующий выпуск как раз будет про эти места значит что хотелось бы сказать про донбай такие вот выводы сделать донбай он такой очень колоритный донбай это деревня это не назовешь это как бы горный до курорта этот именно горный курорт в атмосфере можно чем-то сравнить вы знаете по черному морю когда едешь проезжаешь эти всякие там деревушки небольшие там здесь сдается квартира здесь у тебя там чурчхела продается здесь у тебя чебуреки горячая кукуруза вот вот этот донбай я честно говоря не ожидал что такое такое будет но зайдет другой house какой-то вот горный прикольно горный прикольный house где у тебя здесь у тебя стоянка здесь у тебя гаражи здесь у тебя ресторан здесь у тебя над рестораном гостиница все вот это это все все донбай архиз конечно там уже качество сервиса и уровень он повыше если кто хочет как бы прям эконом вариант эконом эконом да можно и там и там отдохнуть приезжайте в архиз там также сдаются и комнаты есть и хостелы это все есть там но чуть пониже это не прям на курорте в донбай то же самое в этого полным-полно если вы хотите прям качество quality сервис уровень еда там от мишленов ских поваров то это конечно вам парк из экскурсии в здесь в донбай вот пример пример вам нет не все экскурсии надо брать потому что многие экскурсии вы сможете сами пройти без этих экскурсоводов не переплачивая деньги например сам another подъемников спускались ребята они взяли экскурсию на подъемнике там наверх их просто из отеля довезли до подъемника взяли билеты и они сами уже поехали сами уже поехали наверх и сами спускались потом вниз они переплатили за это деньги а из отеля пешком пешком идти до подъемников меньше 15 минут. Понимаете, да? То есть вам могут продавать экскурсии по факту, которые вы просто, вам просто надо взять билеты. И все. Что касается озер, в принципе, то же самое. На озера маршрут вы можете пройти самостоятельно. То есть там трасса абсолютно читаемая. Из Дамбая проще взять такси, там ехать, всего ничего. Вы просто доезжаете до точки. Там парковка вас высаживает, и вы идете. Договарьтесь с таксистом, чтобы вас забрали. Экскурсии, как правило, это все будет значительно дороже. Вы просто переплатите деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова